Игромания.ру представляет Которая для этого поколения консолей, видимо, станет последней В прошлый раз Xbox 360 заметно похудел до Slim-версии А в этот ему придали сходство с новинкой Xbox One Приемник из нового поколения в России пока официально не продается Поэтому модель 360e — это самый новый Xbox, что сейчас можно найти в магазине Приступаем! Первым из коробки показался беспроводной джойстик, знакомый любому пользователю Xbox 360 Даже после выхода DualShock 4 и джойстика от One Многим игрокам продолжает нравиться эта классическая форма Джойстик работает от двух батареек, они идут в комплекте Вставляем — лампочка радостно мигает в поисках приставки Пока мигает безответно Так, что у нас тут дальше? Важная информация, ну это не важно А вот это уже интересно Бонусный золотой статус Xbox Live Gold Ваш код доступа в мир развлечений Кто активирует первым, получит месяц бесплатной сетевой игры и другие приятные дополнения Ещё одна скучная инструкция А вот и пара обещанных на коробке карточек с кодами на загрузку игр из Xbox Live Aqua и The Moe — это, конечно, не два хита всех времён, но, знаете, зато бесплатно, они пить есть не просят Стираем защиту монеткой и... Коды ваши! Далее из коробки показались несколько проводов Стандартный провод питания и композитный аудио-видеокабель И, конечно же, внешний блок питания Разъём у блока питания новый Он отдалённо напоминает антенны у телевизора По ошибке воткнуть его в Slim или самую первую версию консоли не получится Далее традиционный переходник NASCART для тех, у кого этот разъём есть в телевизоре Иииии... вот она красавица! Сама приставка. От сенсорных кнопок в этой модели разработчики отказались Теперь, чтобы включить консоль или открыть дисковод, нужно прикладывать небольшое усилие пальцев Блестящая половина быстро покрывается отпечатками, чем тут же напоминает о корпусе Xbox One На задней стороне мы видим разъём питания, HDMI, разъём для композитного кабеля Это на случай, если у вас телевизор без HDMI Разъём для сетевого провода, это если в доме нет Wi-Fi Разъём для подключения кинекта и пара классических USB Если сравнивать с предшественницами, это определённо самая компактная из всех трёх консолей Иииииии... да, мы не ошиблись, поставив её вертикально В отличие от Xbox One, модификации ей неплохо себя чувствуют в таком положении В общем, если новое поколение пока недоступно в России, но хочется наверстать годы и познакомиться вплотную с игровой классикой Подобный Xbox отлично для этого подойдёт К тому же весомый процент мультиплатформ наверняка будет выходить на прошлом поколении как минимум в ближайшие несколько лет Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...